Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я начинаю новый влог. Сегодня 31 декабря, и мы с Твиксиком хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом, чтобы жизнь у вас была как в масле, как у Твиксика. В общем, скорее всего, этот влог вы уже увидите в 2024 году, но все равно хочется снять и запечатлеть этот прекрасный день. Потому что, если честно, влоги свои я люблю пересматривать даже спустя время. Еще одно проявление закона подлости сегодня. Я сегодня проснулась в 10 и никак не могла уснуть, а мне надо было проснуться поздно, потому что сегодня Новый Год, и мне нельзя в 12 быть сонной, я должна отоспаться днем. Я прям заставила себя, уложила, так скажем, спать. А самое главное, я успела смонтировать и выложить для вас новогодний мукбанг с очень крутым столом, наверняка вы уже это видео видели. Честно, мне очень понравилась картинка, мы безумно долго старались с мамой, я надеюсь, что вам тоже понравится. Я не преувеличиваю, действительно, с одной стороны, так круто, что я могу сама себе сделать ноготочки, вроде 31 число. Хочется, вдруг новый маникюрчик не успела сходить куда-то, а могу спокойно все это дело сделать сама. Но у меня всего полтора часа на новый маник, и я не знаю, успею ли я сделать коррекцию. Наверное, будем делать что-то простое, однотон, быстренько, потому что что-то сложное мы просто не успеваем. Вечером мы будем отмечать, еще нужно себя в порядок привести, нужно сделать прическу, выбрать наряд, поэтому времени у нас с вами катастрофически мало. Планировала еще сделать педикюр, потому что он у меня тоже в ужасном состоянии, но я просто не успеваю. Если маникюр успею, и то хорошо, поэтому будем делать на скорость, не на качество, а на скорость. Еще плюс я хочу заснять, потому что прошлое мое видео с маникюрчиком набрало почти 400 тысяч просмотров, так что еще параллельно надо снимать, а это тоже отнимает время, хотя со стороны кажется, делок-то подумаешь, камеру поставила и все, но на самом деле нет. В этом году отмечать Новый год я решила не дома, хотя, наверное, сколько я себя помню, всю жизнь не отмечала в кругу семьи, но в этот год я решила сделать исключение. Тем более, есть классная компания, и мама тоже меня поддержала, что хватит как бабушка сидеть дома. В общем, в 6 со мной заедут, и у меня всего 2 часа, чтобы сделать ноготочки, одеться, накраситься и сделать прическу. Итак, небольшой спойлер для вас, я все это успела, правда, качество оставляет желать лучше вам, так как я торопилась и параллельно еще и снимала это все для вас. Честно, сделать идеально было просто невозможно, но я обещала себе, что следующая коррекция, это будет минимум 4 часа, сделаю себе какой-то интересный дизайн и все сделаю идеально. Ну что, я думаю, меня спокойно можно похвалить. За полчаса я сняла покрытие с обеих рук, сделала маникюр и придала форму свободному краю. Совсем чуть-чуть убрала длину, и вот так вот у меня получилось. Опять же, я знаю, начнется в комментариях, что я делаю не супер хорошо. Я про это, про все прекрасно знаю, но меня устраивает так, как я делаю, мне удобно делать это все в домашних условиях. Самое сложное заключается в том, что я параллельно снимаю и для своего инстаграма азербайджанского, а это нужно делать обязательно вертикально. И еще плюс хочу кусочки заснять сюда, а это я делаю на камеру горизонтально. Еще параллельно я хочу что-то посмотреть, поэтому получается все это делать еще дольше. Но надеюсь, что получится более-менее нормально. Я долго думала над палитрой, пока пилила ноготочки, думала, какой же цвет сделать, нанесла молочную базу. И вы знаете, мне настолько нравится, такая нежнятина получается. Я думаю, может быть, просто оставить эту базу молочную, и сверху, возможно, какие-то слайдеры или что-то еще. Так получится очень быстро. Я вот с Шейн заказывала эту поталь в трех оттенках, каждая из которых, по-моему, стоила по доллару, но, в общем, копейки. И хватает ее, мне кажется, до конца моей жизни. Ее настолько много, что прям до пенсии точно хватит. И вот в данном маникюрчике, я думаю, можно использовать серебряную поталь. Будет красиво смотреться. И все-таки новогодний дизайн, я не знаю, что делать. Что-то, наверное, супер простое и быстрое буду делать. Вот, я управилась. Правда, нанесла только укрепляющий гель и немножко потали. И получилось очень быстро. Естественно, на педикюр времени не осталось. Но ничего страшного. По-моему, очень нежно получилось, красиво. Месяц точно буду ходить. И надеюсь, что в следующий раз, в следующем году, я уже уделю больше времени и буду делать не на скорость, а что-то суперинтересное. Теперь нужно определиться, в чем я буду встречать Новый год. Хочется что-то яркое, наверное, надену платье. Я когда распаковывала это платье, я его заказывала из Турции. Я вам еще тогда говорила, что обязательно это платье я надену на Новый год. И мне кажется, оно идеально сочетается для этого мероприятия. Также, мамочка, спасибо, купила мне черные колготочки 20 ден. И других у меня нету, а ноготочки очень острые. Надеюсь, с первой попытки без стрелок получится надеть. Знакомьтесь, на заднем плане это муж Нармины. Я почему-то была уверена, что вы его прекрасно знаете, и в прошлом влоге даже не стало его представлять. И тут я читаю комментарии, что ж ты прешь, что ты сидишь Нармины, а как же этот молодой парень. Я надеюсь, теперь мы с вами друг друга поняли, и больше никаких вопросов возникать не будет. Новый год прошел действительно незабываемо, очень круто. Говорят, с кем встретишь Новый год, с тем этот год и проведешь. Именно поэтому я решила встретить Новый год с близкими для меня людьми. Зашли, сели в ресторан, где-то полчаса сидели, потом я увидела, что за соседним столиком девушка как-то интересно на меня смотрит. Я присмотрелась к ней и понять не могла, что-то в ней знакомое есть. Как оказалось, мы раньше с ней вместе работали, еще плюс она лезгинка. Девочке она настолько изменилась, стала такой красоткой, ее просто было не узнать. Вот вы меня чуть ли не казните за Венера, вот она тоже сделала зубки и смотрелась просто супер. То есть новая улыбка сделала ее просто неузнаваемой. Вот сейчас я думаю, зря я ее вам не сняла, надо было показать. Вообще этот влог получился максимально неудачный, я просто наслаждалась моментом и много чего просто не снимала. Кстати, насчет еды. Еда здесь была абсолютно просто невкусная, специальное новогоднее меню, которое нам вообще не понравилось. Вот эти креветки с соусом из авокадо абсолютно было невкусно. Цезарь, ну такое себе. Сказать честно, я абсолютно не придирчивый человек к еде, но вот эта паста с индейкой в пасте просто абсолютно не было сливок. А точнее они были, но их было очень-очень мало, как будто реально сильно сэкономили. И после этого прекрасного вечера, где-то в 2 часа ночи, мы пошли к друзьям, точнее к коллегам мужа Нармины. Они прям недавно поженились. Помните, я вам говорила, меня пригласили в ЗАГС, я туда не смогла пойти. Так вот, с ними до утра мы играли в Монополию, и было реально очень интересно. Жаль, я вам это все не засняла. Но ничего, надеюсь, в следующем году исправлю эти ошибки. Мы тут с Нармишкой зашли в дамскую комнату, чтобы подправить макияж. Я у нее тут увидела палетку, невероятно просто крутая, от Кика. И здесь оттенок вот этот вот. Очень круто переливается. Правда, на видео совершенно не видно. А, Арминочка себе, кто-то написал. В общем, сделали макияж, теперь будем делать фотографии. Возвращаюсь к вам через год, в 2024 году. Просыпаюсь утром, не знаю, насколько это возможно назвать утром. И мама приготовила вот такой кексик. Очень-очень мягенький. Мам, внизу что это, орешки? А, изюм. Смотрите, какой мягенький. Сейчас буду пить чай. Обычно все после Нового года устраивают себе выходные. Я тоже не стала исключением. И, естественно, пару дней обязательно валялась в кровати. Поменяла постельное белье. Естественно, совсем ничего не делать у меня бы просто не получилось. Но сильно нагружать себя я тоже не стала и просто наслаждалась моментом. Не знаю, есть у меня такая чуйка, что этот код обязательно будет удачным для нас, для всех, дай бог. Записала все свои желания, как и полагается, как я и делаю. Каждый код обязательно на бумаге. В прошлом году разбирать мои цели, что осуществилось, что нет, мы не стали. Потому что, если честно, из моего списка много чего у меня не получилось. Но в этом году все обязательно должно сбыться и обязательно должно получиться. По-другому просто не может быть. Я, кстати, заказала себе новое, очень красивое постельное белье из Турции. Цена была реально смешна. Я очень боюсь, что придет что-то не то. Тебе я поменяла на вот такое. Тоже очень хорошее постельное белье. Покупала здесь у нас в городе. Покупала чисто для деревни. А потом так получилось, что привезла в город, чтобы постирать. И здесь они у нас остались. И сейчас буду распаковывать свои посылочки с трен-дьолом. Мне нужно найти посылку, в которой серая, очень красивая кофта. Мне кажется, в этом... Хотя нет. В общем, сейчас буду снимать для вас распаковочку для своего азербайджанского инстаграма. Кто не подписан и знает азербайджанский, живет в Азербайджане, я вам оставлю обязательно ссылочку. Переходите и подписывайтесь. Вот, девочки, не могу вам просто не показать. Настолько стильная, классная кофточка. Это я увидела у другого блогера. Она поделилась, тоже хвалила. Я решила тоже заказать. Смотрите, как красиво, нежно. А самое главное для тех, кто не любит ходить с открытым животиком, идеальное решение. Есть в разных цветах. Я решила взять такую серую, потому что серого ничего у меня нет. Еще только что распаковала такие самые обычные вешалки. Здесь 24 штуки и стоит всего 7 монат. Мне кажется, очень выгодно. Я особенно люблю, когда все вещи у меня висят на вешалках. Но, к сожалению, как я вам говорила ранее, заказать могут только те, кто живет в Азербайджане. А вот это я должна была показать в предыдущем влоге, но потом совсем забыла. Вообще, предыдущий влог получился очень неинтересный. Я не знаю, как я его смонтирую и выложу. Честно, я просто наслаждалась моментом. Пыталась что-то заснять, но сильно на этом не зацикливалась. И поэтому получилась какая-то ерунда. На самом деле, день прошел интересно. Просто я не засняла все, что хотела вам показать. В общем, мы с Нарминочкой, естественно, обменялись небольшими подарочками. И она мне подарила вот такой классный набор колечек. Правда, некоторые из них мне большие, но некоторые подходят. Как правило, все кольца мне большие. Но здесь есть и мой размерчик. Вот этот буду носить с удовольствием. И еще вот такой вот цветочек, который обычно надевается на шею с разными платьишками. Точно-точно такой же есть и у самой Нармишки. Кто подписан на ее страницу, тут наверняка видел. Она на свой день рождения надевала очень красивое черное платье. И на шее у нее была такая розочка. Кому интересно, покажу. Монтирую я свои ролики для азербайджанского инстаграма в приложении Капкат. И это у меня занимает где-то 2 часа на одно видео. Казалось бы, одноминутное видео, что делать. Но пока кофту погладишь, пока снимешь, пока смонтируешь и так далее. Продолжение следует...